Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас в гостях, по сути, третьего выпуска «Свободного общения», общения в ресурсах, как вы видите, два наших давних партнера — это Александр Котин и Михаил Ильич. Друзья, большое спасибо, что вы смогли найти в вашем сложном, четко расписанном графике все-таки время, опять же, подключиться к этому эфиру и обсудить со мной одну тему, которая сейчас интересует многих — это что же все-таки будет дальше с фондовым рынком, ну, будем так говорить, фондовый рынок США, потому что я все-таки отношусь к тем людям, которые считают, что именно фондовый рынок США задает настроение на финансовых площадках, а уже потом то, что происходит на них, транслируется уже по региональным рынкам и так далее. Ребята, сегодня наша задача какая? Вот, например, если бы я мог поставить себя на место человека, нашего подписчика, того, кто следит за нашим творчеством, если бы я поставил себя на это место и интересовался бы фондовым рынком, вы взяли бы, чтобы, просмотрев этот ролик, я бы для себя четко понимал, стоит ли мне сейчас покупать S&P, NASDAQ, Dow Jones, прям открывать позиции? Или может подождать лучшее тоже в отношении этих индексов или отдельных акций технологического сектора? Если вы не против, сегодня можно будет затронуть тему еще того, что происходит с акциями Tesla, потому что эта компания в последнее время у всех на слуху, но, опять же, мы помним резумный рост, потом сплит, и вот сейчас, в принципе, многие прогнозируют, что акции Tesla продолжат дальше восстанавливаться, учитывая интересный фундаментальный фон и водную касательно планов и маска и целом индустрии электромобилей. Поэтому, если нам удастся ответить на этот вопрос, если наши подписчики четко поймут, что сейчас делать, покупать, продавать или находиться в стороне, как бы сидеть на заборе, будет круто, ребят. Я очень прошу вас сегодня помочь мне разобраться с этим. Я с позиции фундамента дам свою оценку того, что происходит. Своей точки зрения, что мне кажется сейчас самым интересным для фондовой секции, что может показаться интересным, может быть, тем, кто далек от фундамента, но хочется понять, что у него творится. Знаю то, что Александр большой специалист в плане технического анализа. Если сегодня Александр поможет немножко техникой, вообще будет замечательно. Ну и, Михаил, ты тоже фундаменталист, хотя ты односторонний трейдер и не техникой ты прекрасно обладаешь, но можем сегодня с тобой обсудить именно фундаментальные составляющие. Как вам такой план примет? Нормально? Окей, да. Ну, супер. Я думаю, будет максимально интересно всем. Замечательно. Я готов передать слово любому желающему, кто хочет сказать что-то о том, что происходит с рынком. Стоит ли сейчас… Давайте вопрос задать. Кто хочет, может ответить. Стоит ли сейчас покупать S&P? Ну, давай я начну… Знаешь, самое правильное время… Так, ну я уже начал первое. Окей, окей. Хорошо. Я забил себе время. Так. Смотри, я просто коротко скажу. Самое правильное время инвестировать… То есть тут вопрос, мы идем или инвестировать, или спекулировать. Я больше с точки зрения инвестиций. Самое правильное время инвестирования – это сейчас. Вот. Можно ждать сколько угодно. Можно надеяться на то, что будет вторая волна коронавируса. Можно надеяться на то, что перед президентскими выборами пойдет все падение. Но, на самом-то деле, самое правильное – это сейчас. Тут возникает другой вопрос. А что дальше? То есть сейчас и сколько? Так как у нас может быть, например, там 100% депозита, и на 100% зайти в S&P 500 – это будет нелогично, и это будет неправильно. Это само собой, разумеется. Но начинать уже инвестировать, как минимум 10-20% своего депозита уже надо начинать, так как в любом случае рынки или вырастут, или даже если упадут, то вырастут чуть позже. Чуть дальше я потом расскажу про фундаменталы, кое-какие моменты, кое-какие прогнозы, которые я подготовил тоже на сегодня от того же МВФ, от наших аналитиков из крупных банков. Все-таки не зря себе покупал Bloomberg терминал, много чего интересного есть. Слушай, интересно будет там, Михаил, прям не останавливайся, давай. Вот, и в чем момент, если коротко, к концу 2021 года, как по аналитикам крупных банков, так и по МВФ, так и по нашим расчетам, получается, что пойдет полное восстановление экономики. И вот это полное восстановление само собой подразумевается, что и те же акции начнут расти, цены на акции начнут расти. И как результат, если мы, что можем сделать? Мы можем сейчас начать уже набирать себе те же акции, начать с небольшого там коридора, 20%, скажем, небольшого депозита. И потом, если будет падение, наоборот, еще и допокупать, например, тот же индекс S&P 500. Вот я у себя в этом микрофоне, например, уже купил и NASDAQ, и купил S&P 500, я как раз показываю свой счет, и сейчас, наоборот, даже буду ждать, когда оно упадет. Так как обычно, как это было в 2016 год, когда были выборы Трампа, когда все ждали одно, случилось другое, и после этого рынок резко поперли наверх. Вот это примерно то же самое будет, я думаю, сейчас какое-то сильное падение, и тогда надо будет закупиться резко и ждать, когда пойдет восстановление. Поэтому самое правильное время для инвестирования – это именно сейчас. Момент такой, то есть то, что мы сейчас наблюдаем по S&P, вот это снижение почти, ну почти, хотя не почти, ну на 10%, примерно, начало сентября. То есть ты считаешь, что это уже приемлемо достаточно и можно брать, да? Или все-таки можно подождать? Первый такой момент. Выборы не скоро еще, ну как, относительно тоже не скоро, через месяц, даже больше. Ну так правильно. То есть мы покупаем сейчас, ждем, что будет до выборов. Если, тут на самом-то деле вот такой момент. Неважно, кто выиграет, или Байден, или Трамп, в любом случае пойдет рост. Что в одного, что в другом, политика и программа почти одинаковы. Единственное, что смущает немножко победа Байдена, потому что в его предвыборной программе написано, что он хочет поднять налоги. Это как бы правильный на самом-то деле ход, так как объем денег уже очень большой. Если еще дополнительно поднимают налоги, я как бы немножко сбалансирую денежную массу. Но в то же время это ударит очень сильно на доходах компаний и на чистых прибылях компаний. И это в дальнейшем ударит непосредственно на цены на фондовом рынке. Поэтому вот это и есть такой небольшой риск. И так как сейчас, как раз до выборов по всем опросам лидирует Байден, собственно, мы и видим вот эти падения на рынке. Распродажа, да? Да, распродажа. И в любом случае, я думаю, что будет ближайшее время восстановление. Потом, перед выборами, примерно за неделю, пойдет очередная волна распродаж. И потом, так называемый санта-ралли, и начинается дальнейший рост. Вот это как бы такой ближайший пронос на ближайшее время. Рот, Абрам, детально расписал. Как по альмонарту, знаешь, как он именно. Супер. Ну, хорошая точка зрения. То есть, по твоему мнению, что то, что мы сейчас видим на фондовом рынке, это как раз уже накопившаяся и реализующаяся неопределенность перед президентскими выборами. Как бы других факторов особо нет, да? Правильно я понял? Второй фактор – это коронавирус, который всех пугает. Вторая волна коронавируса. Вчера буквально Канада что-то заявила, что она хочет локдауны вводить новые. И будет ли это или не будет – это уже другой вопрос. Но суть в том, что коронавирус немножко бушует. И именно локдаунов может не быть. Но панику разводить будут. И негатив, который идет в СМИ, он немножко еще давит на это все. Поэтому как бы такого, скажем так, еще рынок не выдохнул, что все, сейчас будет оптимизм, сейчас пойдет все наверх, и все будет замечательно, и можно покупать. Вот когда пройдут выборы, закончится коронавирус, начнется Санта-Ралли, вот тогда можно будет себе красиво покупать. Поэтому, я говорю, сейчас мы покупаем от фондового индекса, я сам купил, наши клиенты купили, инвесторы тоже, но сбалансирован. Не на 100% депозита. И, блин, хочется передать уже слово Александру, а то я от него забрал очень много времени, но все равно хочу один момент сказать, что деньги не перетекают, вернее, как, они не пропадают, они перетекают с одного рынка к другой. Купите фондовый индекс, например, тот же S&P 500 или Triple Q, тот же NASDAQ 100, и купите себе долгосрочных облигаций. Если пойдет падение по фондовому индексу, в таком случае пойдет рост по облигациям. Это все можно сделать на терминале, спокойно себе взять и, соответственно, сбалансировать свою доходность, плюс добавить себе немного золота. И в результате будет максимально сбалансированный порфиль. Если даже так брать процентом выражений, это будет порядка 40, ну, 40 это такая многомата сейчас, 20% можно вложить в фондовый индекс, 20% в долгосрочные облигации и примерно 20% тоже золото. Тем более, все сейчас красиво упало, красиво можно его подобрать, и в ближайшее время это даст очень даже неплохую доходность. По крайней мере, я так ожидаю. Это те планы на ближайшее время, которые мы будем делать. Слушай, а вот такой вопрос, я думаю, такой бытовой, интересный. А как вот такое может быть? Вот сейчас валится и фондовый рынок, валится то, что является талоном риска в данном случае, фондовый рынок, валится золото, что является талоном защиты. Куда там деньги уходят? Кеш, короткие облигации, долгосрочные облигации, это все сейчас растет не сильно, но постепенно растет. То есть все уходит туда. Я сначала подумал, что деньги уходят в крипту. Смотрю, биткоин, эфир, все наоборот тоже валится. Получается, единственный вариант, куда деньги уходят, это все сидят в кеше и все ждут, когда наконец-то закончится вот эта вся неопределенность и куда можно будет вложить эти деньги. То есть пока это единственный вариант, куда они вообще могут уходить. А почему потому, что не падает золото сейчас? Почему ему позволяют вот так вот валиться? Золото, на самом деле, тут сложный вопрос. Честно говоря, особого такого, ну скажем так, качественного фундаментала я не делал. Единственное, что момент, который скорее из-за чего это все происходит, во-первых, очень много есть так называемого монетарного золота банков, которые максимально низко ликвидны. Соответственно, как только наступают любые продажи, цены резко упали. Это раз. Второй момент. Тоже цены на золото уже очень сильно выросли. По нашим расчетам, справедливая цена золота с учетом того объема денег, который загружен в экономику, с учетом денежной массы и, собственно, роста того же баланса цитального банка, должно быть где-то в районе 2,5 тысячи долларов. Сейчас оно было в районе, там, 2 тысяча девятьсот. Вот сейчас упало тысяча восемьсот с копейками или тысяча девятьсот сейчас торгуется, если не ошибаюсь. И, понятное дело, что оно-то резко упало за один день. Это, как бы, какие-то распродажи пошли. Скорее всего, просто какой-то банк избавился немножко от своих позиций. И, соответственно, сейчас, я думаю, что дальше будет идти рост по ним. Александр, сейчас слово тебе передадим уже. Вот последний вопрос, так что, по гаячим средам. Михаил, все-таки мне очень нравятся, в принципе, твои прогнозы, потому что я абсолютно их разделяю, честно. И уверен в том, что ты на 100% прав. Вот рынок, конечно же, рассудит и нарастает все свои места и скажет, что правду нет. Но я разделяю с твоей точки зрения. Ну, раз ты делаешь такую активную ставку на рост фондового рынка, ты, скорее всего, являешься таким тотальным жестким медведем по доллару. Правильно? Ну, потому что не может быть как бы роста и доллара, и фондового рынка. Верно? Тут есть один момент. Расскажу тоже. Один нюанс. Если брать классический экономический цикл, то когда идет цикл спада, когда идет падение экономики, падение инфляции, соответственно, ЦБ начинает печатать деньги, увеличивать денежную массу, опускать процентные ставки, и деньги все заходят в доллар. В этот момент логично, что с точки зрения инвестиций, с точки зрения вот меня как инвестора, мне гораздо выгоднее купить себе какие-то долгосрочные облигации, на фоне падения процентных ставок заработать на изменении цены и вообще не париться с этими фондовыми рынками, не покупать акции, потому что ожидание, то есть так называемое, как это, Aspect of Future Earning, ожидаемая будущая доходность, темпы роста, собственно, ожидаемой будущей доходности, они будут гораздо ниже, чем та доходность, которая по тем же облигациям. Логично, что чтобы купить те же облигации, надо покупать доллар. Как результат, что мы получаем? Получаем то, что доллары покупают, покупают облигации, скидывают в фондовый рынок, идет раскорреляция. Второй момент, как только начинается рост, обратная картина. С долгосрочных облигаций уходят, заходят в фондовый рынок, доллар падает. Тут теперь следующий момент. Ну, это все логично, но тут возникает другой момент. Деньги напечатали, и центральный банк, ФРС, он продолжает покупать те же долгосрочные облигации. Более того, он еще продолжает покупать ETF фонды на те же долгосрочные и короткие облигации, и это все создает дополнительный спрос на доллар. То есть глобально, да, по доллару я больше медведь, чем бык, но в то же время я не думаю, что это будет какое-то сильное падение. Сейчас даже вот в последнее время доллар очень даже круто укреплялся. Вот, и я думаю, что наоборот, сейчас, да, то, что, ну, чтобы быть более правильным, конкретно это объяснить, да, доллар будет падать на глобальной долгосрочной перспективе. Но на фоне того, что и евро, и этот ЕЦБ продолжает печатать деньги, и банк Японии, банк Англии, короче, все развивающиеся рынки продолжают печатать новые деньги, то я не думаю, что это будет очень сильное падение. Это раз. Второй момент, за счет дополнительного спроса на те же долгосрочные и ETF фонды со стороны того же ФРС, тоже не будет сильного падения того же доллара, потому что это будет создавать допспрос на данный актив, ну, на данную валюту. И плюс ко всему, вот сейчас вот тоже вопрос был, куда ушли деньги, вот на фоне того же роста американской валюты видно, что деньги все ушли в кеш, все ушли в короткие облигации, там они пока и находятся, и, соответственно, в ближайшее время можно будет ожидать какую-то небольшую волну распродаж. Доллар, думаю, 1,2 еще будет, и это будет где-то, ну, где-то, наверное, к Новому году, вот. И это то, куда, ну, куда стоит его ожидать в ближайшее время, особенно после такой хорошей коррекции. Кстати, фунт тоже самое, я пока его жду где-то на 1,3, сейчас он на 1,27 с копейками, тоже может быть хороший рост. Так, супер. Значит, у нас, у нас сегодня будет три точки зрения, разумеется, три позиции. Позиция Михаила. Покупаем фондовый рынок и продаем бакс. Если хотите, можно еще покупать пока что косочно облигации. Так? Так, супер. Но не на всю котлету, сбалансировать красиво. Конечно, конечно. Александр, слово тебе, что там у нас техника говорит? Ну, смотри, я сразу скажу, что я не инвестор, я больше трейдер. То есть я больше про трейдинг, я больше про то, как зайти с коротким стопом, с риском там 1% на сделку и так далее. Вот. Поэтому, предварительно, конечно, я готовился, мы говорили про акции Tesla. Что я про Tesla знаю, да? Это то, что Илон Маск, это человек, к которому можно относиться как угодно, но нельзя быть к нему равнодушным. Потому что я не видел людей, которые могли бы быть равнодушны, в принципе, к Илону Маску. А есть люди, которые вообще там на него чуть ли не молятся, есть те, кто его хейтит даже и так далее. И поэтому, если говорить про непосредственно акции Tesla, я тут немножко съехал с индексов. Ну, нормально, нормально. Ну, ничего. Если говорить про акции Tesla, я думаю, что в долгосрочной перспективе они больше склонны к росту. И если мы будем наблюдать за дневным графиком, то по, естественно, моему волновому анализу здесь явная третья волна, которая еще не закончена. И сейчас эти акции корректируются точно так же, как корректируется, ну, естественно, весь фондовый рынок, что мы видим и на S&P также. Вот. По поводу, допустим, индекса, ну, точнее, давай с Tesla закончим и тогда к индексам перейдем. Tesla я бы стал смотреть на покупку примерно где-то в районе 328 долларов при условии завершения коррекционного паттерна, ну, и наличии сигналов на покупку. Вот где-то так примерно. По поводу S&P. В настоящий момент, если мы возьмем дневной график, у нас развивается явная коррекция, она достаточно сильная. Она корректирует предыдущий импульс, который у нас развился с минимумов, получается, марта, да. И, на мой взгляд, с одной стороны, эта коррекция, она не закончена, она может еще пройти ниже, где-то в район 3-3, там, с копейками тысяч. Вот. Это как раз таки будет 38,2 по FIBA. Вот. В текущий момент, если мы смотрим внутридневные графики, ну, минимум, там, 4 часа, то есть тут получается, что есть предварительные сигналы на покупку с короткими стопами. И вот здесь я бы согласился с Михаилом по поводу того, что тут можно откупаться, но, опять же, я говорю по поводу, точнее, с точки зрения трейдинга, а не инвестиций, потому что в инвестициях я не особо силен, поэтому я буду говорить с той позиции, которая мне ближе. Вот. По поводу, про что там еще говорили, про золото. За золотом, кстати, я тоже наблюдаю, здесь складывается интересная картина. На мой взгляд, вот мы как раз на днях подошли к минимумам, которые были образованы в августе. Это вот это сильное падение такое против основного тренда. И в скором времени, я думаю, что здесь могут прийти покупки, но это примерно где-то, наверное, неделя-полторы, вот, потому что в текущем, в текущей структуре волновой это коррекционный паттерн явный, и он формирует здесь ABC-коррекцию со сложной волной B, ее хорошо здесь видно. В настоящий момент, пока мы видим на дневном графике развитие так называемого параллельного рынка, если я говорю про так называемые линии баланса или арригатор, который я использую, и на четырех часах у нас также параллельный рынок, что нам говорит о том, что нисходящее вот это движение коррекционное, оно тут еще не закончено. И надо следить за появлением сигналов на покупку где-то вот, ну, неделя-полторы-две, я думаю, что здесь какие-то сигналы на покупку, они созреют. Вот, что там еще мы обсуждали? Доллар, если евро взять, допустим, ну, по евро, я думаю, тут коррекция развивается тоже, и тоже надо подождать примерно такое же количество времени, где-то недели-полторы, я думаю, что тут придут сигналы для покупок, и евро у нас вполне вероятно будет укрепляться против доллара. Ну, и фунт, на мой взгляд, по фунту мог, конечно, тренд поменяться, но с одной точки зрения. С другой точки зрения, если это действительно коррекция прошла, потому что рынки, они же все-таки коррелируют, как евро, так и фунт, они ходят одинаково практически по отношению к доллару, тем более в последнее время, то я тоже соглашусь с тем, что, скорее всего, по фунту мы еще увидим обновление максимумов, которые у нас были в конце августа, образованные. Поэтому очень вероятно здесь движение против американского доллара. Александр, спасибо тебе тоже с этой точки зрения. Ребят, знаете, какая ситуация получается, что я ведь тоже хочу поддержать покупателей фондового рынка, то есть мы втроем говорим за рост фондового рынка, и тут как бы по практике, по нормальному, правильному подходу, если все говорят, значит, действие наоборот. Вот как раз самое время сейчас, когда мы все за покупки, его нужно продавать. Ну, это, конечно, лирическое вступление, все-таки я бы хотел тоже пару слов сказать. Я разделяю на точку зрения того, что фондовый рынок, S&P, NASDAQ, Dow Jones, понятно, там одна связка, в принципе, одна динамика, она будет оставаться сейчас восходящей. При этом Михаил Крин вначале сделал, ну, правильное разделение, как бы, спекуляции и инвестирования. Вот я тоже продолжу эту тему, с точки зрения спекуляции сейчас, косрочных, средних, многосрочных, я бы так настроен на то, что фондовый рынок сейчас имеет конкретную причину, почему он снижается, но он перед выборами должен, а будет вырасти. И лично для меня, вот как для фундаменталиста, который в моменте следит за рынком, очень важным триггером сейчас будет решение Конгресса по новым пакетам пискальных скинг. Это очень важная составляющая, потому что я стараюсь обширно следить за всем фундаментом. Я вот четко могу прям по СМП сейчас открыть, проследить следующую параллель, что как только вся эта катавасия, скажем так, с коронавирусом началась в начале 2020 года, мы видели такие тотальные распродажи, да, потом, ну, появилась проблема, действительно проблема слабости секторов, уязвимости экономики и слабости всей мировой экономики. Как эту проблему нужно было решить? Эту проблему стали заливать деньгами, деньги вообще лечат и лишают все, как бы панацея всего. Действительно, деньги спасли фондовый рынок и увели его в те максимумы, которые в них были. Но рост, который мы наблюдали вот последние, скажем, три месяца, он прежде всего был основан на том, что очень много лишних денег оказалось, в том числе и в американских домохозяйствах, еще и вот эти вот бешеные, по сути, заработки дополнительные, которые мы получали. У меня есть очень много знакомых в Штатах, которые, в принципе, были далеки от фондовых рынков. Но когда действительно им стали писать чеки по 600-1000 долларов в неделю, почему бы, как бы, знаете, экстрадендию, что с ними делать, деньги должны работать. И вот, пожалуйста, в этот самый момент на рынках появилось очень много видеоконтента о том, что ваши деньги ни в коем случае не должны лежать под подушкой. И если они у вас есть, они будут свободны, несите их на фондовый рынок. Ребят, это так. Фондовый рынок стал заливаться очень много денег. Если мы сейчас поднимем статистику, например, по крупным брендовским компаниям, мы убедимся в том, что количество открытых счетов, там, просто космическую структуру достигло. Действительно, денег очень много. Но вот что произошло в июле. В июле крайне прикрыли. Закончился фонд вот этих дополнительных средств, который выделялся со стороны правительства, и никому больше не стали писать чеки. И тогда, в июле, все как бы переключились на август, потому что решили, что в августе, когда правительство осознает, что подсадив всех на иглу ликвидности, домохозяйство уже без нее не могут, в августе все ждали, что Конгресс каждый день вот реально проведет заседание и примет решение о новых фискальных эстимов. Август прошел, собственно, этих мер поддержки нет. И вот в начале сентября мы стали получать как раз слабые макроэкономические данные по штатам, потому что самый главный риск, который обозначал всегда Павлов, он ведь всегда обращался к Конгрессу и говорил, что вы выделяете сейчас как можно больше денег, потому что они нужны. Самый главный риск, который обозначал, что как только домохозяйство перестанут получать эти деньги, потребительская активность начнет быстро падать вниз. Без потребительской активности экономический рост не вытащит. И вы знаете, вот фондовый рынок, то, что я сейчас на нем вижу, он отчетливо доказывает, что именно так вот все и произошло. Как только деньги перестали выделять, в сентябре все осознали в начале прям проблему, полетели вниз. Вот. Что это значит? Это значит то, что сейчас рынок очень сильно напуган. Напуган почему? Потому что все сейчас во всех сводках отрубят о второй волне коронавируса. Действительно есть прецедент, как ты, Михаил, говорил. Все так. Очень жесткая сейчас ситуация в Англии. Как вы знаете, с сегодняшнего дня там почти карантин. Почти локдаун, который был. Закрыты общественные учреждения, там период работы, время работы, запрет на то, чтобы собирались выиграть большие группы и так далее и тому подобное. В Штатах снова 50 тысяч новых случаев. Каждый день, ребята, это вообще пиковое значение, которое мы видели вот в самом разгаре пандемии. В Европе тоже самое. И американская экономика на фоне вот этого экономического, точнее вот этого пандемичного снова безумия становится страшно за себя. Потребители это прекрасно понимают, но денег не убили. И вот все следят за Конгрессом. Конгресс заседает уже так усиленно вторую неделю. Я думаю, что решение о новых мерах фискального стимулирования будет. И будет оно, скорее всего, до президентских выборов. Потому что Трамп очень сильно заинтересован в том, чтобы сейчас настроения улучшились на рынке. Он не сможет продержать победу, если фондовый эрик будет валиться в момент начала голосования. Но потому что большая часть его литерат – это спекулянты, фондовики. Реально. Как ему можно будет оправдать верность своего политического курса, если фондовый рынок валится? Вот почему я думаю, что он все-таки убедит Конгресс согласовать новые меры фискального стимулирования. И эти деньги придут на площадку в ближайшее время. Я думаю, что максимум в перспективе месяца. Это может быть полтора, два или больше триллиона долларов. Поэтому я разделяю с точки зрения и техника нашего сегодняшнего Александра и Михаила твою относительно того, что фондовый рынок нужно осматривать с точки зрения покупок. А вот что касается акций Тесла. Я каждую компанию, ребят, разбираю, знаете, детально. Вот по Тесле, так же, как и в отношении любого другого представителя фондового рынка, я анализирую эти классические, всем известные показатели стоимости реальной акции, то есть показатели π на и. И вот у меня к вам вопрос. Вот, кстати, Михаил, ты в отношении акций Тесла, у тебя тоже было много что сказать, но я думаю, что сейчас не будем растекаться по древу, уже мы затянули. Просто в двух словах, покупать или продавать, вот этого будет достаточно. Можно даже не аргументировать позицию, мы все прекрасно знаем, что тебе есть что-то сказать, чтобы поджаться. Вверх или вниз? Нет, если коротко, то общие. Акции Тесла именно сейчас я бы пока не покупал. Просто не покупал. Если коротко. Конкуренция раз. Первое из плюсов. Пронозы хорошие. На ближайший год ожидается хороший темп роста выручки, ожидается хороший темп роста чистой прибыли. Из минусов очень высокая конкуренция. С другой же стороны, Тесла монополист. Поэтому глобально, вот в краткосрочном периоде, я бы его не покупал. Но если вы готовы сидеть в компании год, два, три, тогда можно брать. То есть на долгосрочную перспективу. Слушай, отличная точка зрения, отличная позиция. Я разделяю ее с позиции того, что в перспективе эта компания может быть интересна. Сейчас точно не рекомендую ее покупать, потому что, опять же, те самые показатели фондовиков относительно чистой стоимости именно акций и того, насколько компания сейчас перекуплена или перепродана. Все довольно просто, ребята. И те, кто будет, опять же, смотреть этот ролик, можно найти капитализацию компании, посмотреть на то, сколько у компании вставлено капитала. Разделить капитализацию на вставленный капитал. Так вот, вот эта простая формула даст вам понять сейчас, что акции теста перекуплены в 40 раз. Я, честно говоря, опять же, в комментариях, если будет кому что сказать, пишите. Не затрудняю даже отметить, есть ли еще компании, которые настолько перекуплены. Вот такое количество раз. Потом показатель P на E. Вы знаете, если вкладывать в бумагу, этот показатель дает тебе возможность понять, через сколько свои вложения окупятся. Тоже простая формула. Мы в текущей стоимости акции делим на EPS, собственно, доход на акцию. Текущая стоимость, вот, ребята, когда открыл график, что 380 долларов у нас и доход на акцию 0.39. Ну, то есть, 380 мы делим на 0.39, получается 974 года. То есть, наложение в акции теста окутается через 974 года. Это, конечно же, условно все относительно, но я склонен полагать, что такие данные игнорировать не нужно. Кайп созданный серьезный, но все-таки за этим кайпом стоит такая неординарная фигура Тесла. Я считаю, то есть, Илон Маск, Илон Маск-гуру к новейшей технологии, человек, который достойен уважения, особенно, если вы помните, последний проект относительно чипов, которые он продемонстрировал на свиньях. Я думаю, что при его способностях, его финансовых возможностях, тем реально можно закрутить, и через какое-то время вообще бы цитрулифт являться компьютером, чипом. В любом случае, по Тесле, я бы также сейчас рекомендовал не лезть в эту бумагу, подождать коррекции, ну, хотя бы там... Александр, ты, по-моему, говорил, что по центру на 20 она еще может посесть, там, в районе 200 небольших, да? Да, да, да. 20. Вот 300, 320, вот как только Тесла окажется рядом с этими значениями, тогда, думаю, что эти бумаги будут интересны для инвестирования. Ну, когда это произойдет, я думаю, что, может быть, еще запишем один ролик, и уже дальний обсудим. Ребят, резюмируем тогда. Да, я за фондовый рынок. Михаил тоже за фондовый рынок. Александр тоже поддержал идею покупки фондового рынка. Мы углубились в анализ, дали вам целостную картину. Это не просто так пальцем в небо будет расти, вроде бы как и аргументирование, причем с разных сторон. Это ведь круто, то есть у нас разные аргументы. Но вам, уважаемые трейдеры, павловеры, подписчики, те, кто, опять же, будет фактически после нас и после этого ролика принимать решение, все зависит от вас. Мы дали рекомендацию. Я, честно говоря, продолжаю покупать фондовый рынок, но не забывайте про такой небольшой нюанс, как действия большинства и психологии толпы. Не намекаю на то, что мы его стараем создать толпу, и поэтому мы не правы, потому что даем вам рекомендацию в одну сторону, но такой риск есть. Конечное решение все-таки за вами. Ребята, большое спасибо, что сегодня подключились к эфиру. Я думаю, что получилось очень интересно. По крайней мере, мы поставили цель понять, что делать с фондовым рынком в моменте, и мы на этот вопрос ответим. Михаил, Александр, ребята, огромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо вам огромное за приглашение. Всем успехов, профитов. Зарабатывайте деньги и будьте успешны. Тогда оставьтесь в связи. Пока. Успехов. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok